Старый советский анекдот про жену-зануду, требующую выпросить елочку под первомайскую демонстрацию, с годами актуальности не теряет. Судите сами, праздники давно закончились, а со своими пушистыми красавицами ульяновцы прощаться не спешат. Ни одной елочки у подъезда. Скажите, пожалуйста, вы елочку новогоднюю выбросили уже? Нет. Нет еще. А когда планируете? Ну, 13-14, после старого нового года. Завтра-послезавтра. А почему именно завтра-послезавтра? Ну, сегодня пора года старой зимы, завтра старая зима. Напрасно вы, граждане, задерживайте пушистых красавиц. Ведь их с нетерпением ждут обитатели ульяновского зоопарка в парке 40-летия ВЛКСМ. Если в прежние годы праздничные елочки и сосенки отправлялись в основном в промышленную переработку, то на этот раз сотни деревьев пригодятся братьям нашим меньшим. Порядка пяти, наверное, газелей мы все-таки ожидаем от сортированных именно елок. Те, которые были отдельно складированы на рынках, непроданные. И те, которые будут уже возле дворах, то есть очищенные, не осыпавшиеся. Для зоопарка елочный десант – серьезное подспорье. И хвоя, и древесина составляют важную часть рациона грызунов и копытных. Такого запаса провианта питомцам зоопарка хватит до мая. Правда, в кормушки отправятся не все деревья. Ну, те елочки, которые не успели закупить, мы их используем корм животным. А те елочки, которые побывали на празднике, наряжались в квартирах, то есть, то мы их используем для обогащения среды. А почему нельзя те, которые дома были на корм? Ну, потому что могут попасть и гирлянды, и могут попасть и блеск, еще что-то. Оборудование для переработки елок на стружку ульяновский зоопарк пока только планирует приобрести. Тогда елочки, побывавшие на празднике, отправятся еще и на подстил для животных. Но и до тех пор для них найдется в зоопарке достойное применение. Они послужат для так называемого обогащения среды. Обогащение среды – это ставить елки в вольер, где животные под ними обитают, где-то для насеста. Например, птицы прячутся, садятся на них, и они ощущают себя, как в родной среде. Из леса на базар, с базара на праздник, а с праздника в вольер к животным и птицам. Получается, жизнь у двуогодних елей хоть и недолгая, но очень насыщенная. Так что не задерживайте своих пушистых красавиц. Праздники закончились, и их уже заждались их новые хозяева. Юлия Шугунова, Даниил Сурков, Герман Баранов, Уллправда ТВ.